Вот теперь вот эти светлые пятнышки, которые у нас почему-то случайно отказались, мы их можем просто затратить. Но рисовать нельзя вот так вот. Воткнулся, рисуешь 2 часа, потом повернулся, пошло отдыхать. Надо во время работы все время отвлекаться и посмотреть, отойти в сторону, посмотреть издалека, подумать, хорошо ли, плохо ли, что я интересно сделал, что я плохо сделал. Может быть даже интересные места во имя целого, большого, приходится от них отказываться и убирать. А в другом месте, где что-то недоработано, какие-то детали ввести, взять, может быть, маленькую кисточку, прорисовать, там порлышко есть, какие-то там нюансы, там складочки. Все это уже можно сделать детально. Поэтому вот я сейчас отойду и посмотрю, что я тут натворил. Боком тем более. Теперь вот такой есть нюанс в картинках. Есть 4 угла, все углы должны быть разные, по тону, по тону, по цвету. Вот этот художник, опытный художник, он всегда это делает, даже не задумываясь над этим. Это интуитивно. А начинающий художник должен об этом думать. И делать это специально. А потом войдет это в привычку. Вот все, многие вещи, которые делаются начинающим художником, у профессионалов, это уже потом получается само собой. Ну вот я не очень густо, но и не жидко. Но можно и еще пастузный печки списать. Ради бога. Вот я могу взять маленькую кисточку. И маленькие даже намеки на какие-то тонкие вещи. Они всегда в контрасте к таким широким мазкам. Вдруг какая-то маленькая деталь появится. Она всегда приятна. А я вот даже забыл. Оказывается, тут есть еще и ручка. Ручечка. Слушай, ручечка. 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 Спасибо. Ну вот, а чтоб передний план у нас появился, мы может даже где-нибудь наврём и сделаем передний план. Вот так. Ну, всё, наверное, достаточно. Достаточно? А то испортим, вовремя оснащиться надо. Вот так. Вот. А ты тут такая живописная. Конечно. Мурять пошли? Да. Поедешь сейчас. Мурять.